итак уважаемые очередное видео для вас разведение и содержание пчел особенно по весне хочется сказать когда пчеловод начинает осматривать первый раз пчел бывают такие случаи что семья съела весь корм нужно срочно что-то поставить рамок с медом нету что делать ну берут обычно рамку суши так боком держат ее и стараются налить сот из чайника или баночка то чтоб маленькая струйка была и вибрируют а так делают ее движение такие чтобы прошло сироп сироп хотя бы и потом когда он прошел у настояться в ячейке рамку можно перевернуть и опять налить на другую сторону и опять вибрировать он не будет вытекать сироп потому что он там держит за счет того что ячейка маленькая и она не вытекает но естественно если вы будете резко трусить вниз она конечно же может выпрыскиваться но для этого улучшения чтобы хорошо исправить есть еще потому что есть маленький недостаток когда вы наливаете то верхняя капля бывает часто затыкается и снизу остается вакуум ячейки воздух который не дает проникнуть правильно в соты поэтому делается эта вибрация но чтобы хорошо залить эти соты здесь вот на журнале 1958 года номер пять дается маленькая рекомендация статья называется опрыскивание суши при расширении гнезд пчелиных семей то есть на страницах журнала пчеловодство не расписалось о целесообразности применения пульвизатора на пасеке ну это как сейчас говорят росинка или спрей по-английски чтобы когда делаешь она распыляет вот она в баночках продается но в то время был пульвизатор специальный пульвизатор накачивался воздух туда и разбрызгивалась с его помощью например удобно опрыскивать сотой водой или жидким раствором меда перед постановкой гнезд пчел особенно удобен он для смачивания теплой водой сотов засахариваешься медом то есть если мед засахаривался побрызгаете вы и ставите это очень хорошо и пчелы хорошо стараются тогда им не надо нести мед растворять этот засахариваешься вернее нести воду растворять засахариваешься мед что интересно следующее обратите внимание только что я вам рассказал известно что при опускании сотов посуду с дезинфицирующим раствором воздух находящийся в ячейках препятствует проникновению жидкости в них в результате чего эта работа не дает должного эффекта то есть иногда рамки дезинфицируют специальным раствором опускают их и чтобы этот раствор уничтожил допустим болезни назематоз или еще какую-то болезнь вот эти споры и воздух не может проникнуть потом вернее в раствор не может проникнуть соты потому что там стоит воздух но когда вы сначала побрызгали и потом опускаете в этот раствор или же наливаете этот самое с чайника сиропчик то он более качественно проникает вот так они тут описывают что этот сироп быстро проникает или раствор которым дезинфицируете с вашу рамку очень хорошо проникает полностью в ячейку и там не остается места не так сказать не не очищенного если же сот предварительно опрыснуть этим же раствором из пульверизатора то погружение в жидкость легко проникает во все ячейки соты то есть когда выпасть опустили его в жидкость то все ячейки заполняется я думаю что это работает хорошо когда вы еще будете наливать сначала побрисать а потом наливать и она тоже будет хорошо потому что тот же самый принцип пульверизатор может быть применен для опрыскивания пчел ароматизированным сиропом при объединении их то есть некоторые семьи которые хотите объединить там без матки оказались или просто маленькие отводки хотите объединить или какие-то отрутневшая семья хотите объединить то есть таким образом чтобы они не убивали друг друга имели один запах вы тогда делаете или сахарный сироп попрызгаете эти рамочки и составляете у них получается один запах мы на своей пасеке на протяжении многих лет опрыскиваем рамки водой не только при расширении гнезд визной но и при возвращении в улей сотов после откачки из них меда мы заметили что после постановки в улей сотов из которых был откачен мед относительная влажность улей сильно понижается особенно в условиях юга украины сухие и жаркие дни пчелы по этой причине в значительном количестве устремляются за водой а другие выходят из улей свисает бородой под прилетной доской если же те соты предварительно опрыснуть водой из пульверизатора этих явлений наблюдаются меньше то есть вот такие опыты небольшие можете сами проверить если у вас есть возможность и желание более качественно управлять вашими пчелами и более так сказать вы любвеобильны к ним чтобы сэкономить жизнь ваших тружениц то можно производить такие работы для изучения влияния опрыскивания сотов на скорость их освоения пчелами в апреле мая 56 года 57 года мы провели следующий опыт в одни семьи весной подставляли рамки опрызнутой водой или сахарным сиропом 1 1 к 1 1 килограмм сахар 1 1 литр воды на каждую рамку израсходовали 0,3 0,5 литра такого сиропа в другие одинаковые по силе и условиям содержания поставляли сухие рамки но кормушки помещенные улья наливали такое же количество сиропа то есть были кормушки сейчас есть потолочные кормушки есть такие наливные кормушки поставляли 300-500 граммов сиропа и что же это дало это дало что по мере роста семей улья поставляли одновременно по две рамки по одной с каждой стороны гнезда одну из этих рамок мы опрыскивали а другую поставляли сухой в процессе опыта это дало что те рамки которые были опрыснутые и в два раза быстрее засевала матка и они быстрее очищались эти ячейки то есть если вы хотите чтобы ваша семья более качественно и быстрее развивалась вы по спрейте этим сахарным сиропчиком и поставьте пчелы моментально начинают чистить каждую ячейку они вылизывают этот сироп и в итоге подчищают ячейку эта ячейка готова к засеве матки матка проходя заглядывая туда моментально начинает засевать если вы поставите сухую сухую рамку они хуже очищают в два раза хуже и засев будет производиться медленнее развитие вашей семьи будет медленно и семья будет но слабая или средняя семья но конечно вам бы хотелось иметь хорошие сильные семьи и так друзья вот такой вот вариант вам более качественного развития ваших семей то есть всякие рамки суш когда вы поставляете гнездо с боков когда семья уже начинает развиваться побрызгайте их водой еще лучше сиропчиком ну а еще лучше если у вас есть запасы меда медовой сытой из рассинки побрызгайте и так друзья как нам известно что пчелы добывают мед с нектара то всякий раз я читаю вам информацию о том где можно взять этот нектар и как его сделать если вы посадите тот или иное растение которое дает вам более качественное более длительный период развития ваших семей желательно чтобы все пчеловоды знают чтобы нектар шел ну от того как начинают цвести сады до самой поздней осени поэтому я читаю различную информацию особенно важно когда сады цветет то цветут это апрель май начало июня и это хороший медонос идет но потом бывает середина июня и июль в некоторых местах до цветения подсолнуха плохой медонос то нам желательно всем знать какие растения нужно посадить в этот период чтобы они дали нектар и чтобы наши семьи ну не потеряли не в силе пчел и в развитие семей была хорошая ну естественно чтобы и мед принесли и так я прочитаю некоторые ну так сказать уплотнение посева кукурузу тыквы издавна молдавские крестьяне уплотняли посевы кукурузы посадкой по ней кабачка тыквы особенно это распространено в население преднестровских сел на плавневых землях поймы днистра получали два урожая с одного участка кукурузы и тыквы а иногда кормового арбуза этим с одной стороны улучшалась кормовая база животноводства а с другой стороны создавался взяток для пчел с тыквы и арбуза это поздний взяток к так сказать стык или ранее вот бахчевые вот то есть когда они начинают свистеть какое время это всегда взяток поддерживающий очень хорошие что дает кукуруза кукуруза всегда дает пыльцу а тыква и арбуз всегда дают нектар колхоз чадырку лунгадского района молдави поднявшие все союзные соревнования за развитие животноводства уже давшие хороший показатель основывает дальнейшее увеличение надоем молока на увеличение урожая кукуруза одного гектара и тыквы или кормового арбуза уплотняющего тот же гектар и тут описано что тыква кабачок дает до 20 килограмм меда с гектара сеять его молдави через через четыре пять рядов кукурузы при квадратно-гнездовом способе причем в начале роста пока тыква не имеет еще длинных плитей при первой и второй культивации она не повреждается кроме того ныне уже выведены сорта тыквы кабачка кустовой формы без длинных плитей и это сорта не будут страдать при более поздних культивациях то есть как вы видели бахчевые тыква дают хорошие так поддерживающий взяток ну что интересно еще вот прочитаю небольшой поддерживающий взяток лук батун все знают зеленый лук батун хороший медонос написано однажды я птицеводческой литературе вычитал что кормовой рацион индюшат и взрослых индейок полезно прибавлять измельченный зеленый лук с этой целью я стал возделывать на своем приусадебном участке лук батун первый же год возделания лука батуна я заметил что он обильно и долго цветет и охотно посещается пчелами на второй год и расширил площадь под эту культуру по возле самого пчельника с этого года я стал получать больше меда чем предыдущие годы когда на моем приусадебном участке не было лука батуна лук батун цветет рано когда остро ощущается недостаток нектароносных растениях та часть площади этой культуре с которой нет необходимости получать семена может быть после цветения скошена и через месяц лук отрастет вновь в то время зелени лука пока она молода вновь пригодна к столу и на корм птицам к осени когда уже бывают убраны хлеба и скошенный лук он опять зацветает итак друзья если вы имеете возможность я думаю что это зеленый лук всегда у нас в ходу и мы всегда любим его это самые лучшие витамины а от всякой цинги и прочих так сказать и он всегда идет во все салаты то вам это пригодится лук батун посадите и вас и пчелы будут довольны и вы будете довольны и так еще одна статейка очень интересная это весьма интересная статьи которые нам требуется знать американский гнилец американский гнилец заразная болезнь взрослых личинок называемая стойкость вызываемая стойкость пороносной бациллой ларви развивается болезнь летом чаще всего в июле личинка погибает обычно в запечатанных ячейках гнилостная масса их кофейного цвета имеет запах расплавленного столярного клея и тянется за спичкой в виде тонкой паутиновой нити я скажу от себя если когда вы откроете улик запах неприятный мне приходилось встречаться сразу чувствуете гнилю пахнет семья так сказать невеселая расползшаяся высохшие личинки крепко прилипают к нижним стенкам ячеек в виде темно-коричневых корочек крышечки над пораженным расплодом часто продырявлены и вдавлены внутри ячеек если нормальную семью вы смотрите то крышечки так бугорком сверху а если она вдавлена то это нехорошо а бывает еще как вроде кто дырочку прогрыз маленькая такая дырочка как проколота вот читаем дальше при обнаружении заболевания немедленно производят осмотр всех пчельных семей пасеки с целью выявления больных семей отбора образцов сотов с пораженным расплодом для исследования его в лаборатории больные пчелиные семьи немедленно изолируются на отдельные участки для проведения оздоровительных мероприятий больные пчелиные семьи перегоняются новые или обеззараженные улья на рамки с полосками искусственной овощины и подкармливают лечебным сиропом пчелиная семья дает другую матку выведенную от здоровой семьи другую матку здоровую дают этой семье перегон производят в конце дня при наличии небольшого взятка пчел больной семьи встряхивают на лист бумаги разосланы перед летком пустого уля и направляют их дымом леток бумагу после перегона сжигают улья и соты больных семей убирают недоступное для пчел помещений такие проблемы друзья приходится уничтожать и в смысле убирать соты переплавливать лечебный корм готовят из сахарного сиропа одна часть сахара на одну часть горячей воды и с добавлением него одного из следующих препаратов норсульфазол натрия в количестве 1 грамм на 1 литр сиропа сульфатрола или сульфацимита натрия в количестве 2 грамма на 1 литр сиропа это один вариант препарат предварительно растворяют небольшом количестве горячей воды затем добавлять к приготовленному сиропу тщательно смешивают второй вариант пенициллин естественно всем известно в количестве 900 единиц на 1 литр сиропа препарат предварительно растворяют до наполнения флакона холодной водой затем переливают охлажденный сироп и тщательно смешивают лечебный сироп с одним из указанных препаратов дают в теплом виде от 30 до 37 градусов должна быть температура сиропа в конце дня из расчета по 100 граммов на одну улочку пчел по 100 граммов на одну улочку пчел если семья занимает 9 улочек то это вам надо приблизительно 1 литр или две баночки по пол-литра подкормку производят через каждые 5-7 дней до полного выздоровления пчел через каждые 5-7 дней то есть провели 5-7 не проверяют еще 57 я думаю что вполне достаточно провести два цикла потому что и желательно еще как говорится в это время матку которую вы подсадили закрыть в клеточку тут не написано но это с моего опыта если матка закрыта в клеточке поражается то расплод в основном и потом можно выпустить приблизительно через 14 дней или 10 дней как вы ее подставили все пустые и с расплодом соты от больных семей немедленно перетапливают а мерву сжигают мед полученный от больных семей хранят плотно закрытой посуде и реализуют осенью или зимой только для пищевых целей используя его для подкормки пчел запрещается для человека он не вредны но для пчел вредны улей рамки другие деревянной части от нельцевых семей обеззараживают огнем паяльной лампы или другими видами огневой дезинфекции до легкого побурения после откачки меда из улей в одни царь семей медогонку промывают водой затем горячим 2-3 процентным раствором щелака и вторично обмывают водой и просушивают на солнце при появлении на пасеке в одной или двух пчельных семьях допускают их ликвидации по заключению комиссии с участием ветврача пчел уничтожают вечером после прекращения их лёта сернистым газом или формалином и а все соты вместе с рамками с погибшими пчелами сжигают такого была рекомендация в 1958 году осмотры пчелиных семей на неблагополучной пасеке для выявления гнильца производят течение лета через 10-15 дней вновь выявленные больные семьи пчел подвергают оздоровлению то есть это в основном пасека заболела их тогда не сжигают а если одну-две семи то уничтожает пасека считается благополучной по американскому гнильцу и карантин снимают по истечении одного года после ликвидации болезни вот такая вот информация друзья берите во внимание это особенно важная информация это было в 1958 году и она актуальна эта тема в настоящее время она существует и в америке и в америке и в сша и в россии гнилец поэтому старайтесь не заводить его а если завели произ знаете как с ним бороться если вы не знаете как с ним бороться то вы будете иметь массу проблем и разочарований и большие убытки на вашей пасеке практически начинайте сначала ваш бизнес удачи вам до встречи подписывайтесь ставьте лайки ждем ваших высказываний пасеке Продолжение следует...